Депутат Ивановской областной думы Михаил Шор пришел в отдел полиции номер один добровольно. Преступлений парламентарий не совершал и к стражам порядка пришел с чистой совестью. Михаил Шор просто решил воспользоваться госуслугой дактилорегистрации. Раньше добровольно откатать пальчики можно было только в ФМС. Теперь этим занимается и полиция. Это и подать пример другим, а с другой стороны в нашей жизни может быть все что угодно, начиная от потери документов, заканчивая любой там чрезвычайной ситуацией. И будет очень неплохо, если всегда будет документ, который подтвердит твою личность в любой ситуации. Всем, кто желает оказаться в базе органов внутренних дел, нужно всего лишь написать заявление в отделе полиции по месту жительства. Либо оставить заявку через сайт госуслуг. Через несколько дней специалисты пригласят для прохождения процедуры. Занимает это около 15 минут. Наличие в полиции отпечатков пальцев упрощает процесс опознания, будь то мертвый человек или живой. У нас был человек, который потерял память. Его просто нашли на остановке, на сортировке, привезли в РОВД, и он о себе совершенно ничего не мог сказать. То есть он не помнил ни имени, ни фамилии, ни места своего жительства. Человек полностью потерявший память, вот те ресурсы памяти, которые у него были. Если бы отпечатки были в базе данных, мы бы могли его откатать и сравнить с той базой, которая у нас есть. Но возможности нет такой. Он у нас неопознанным оставался полгода. Приказ о добровольной дактилоскопии граждан министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал в августе этого года. Тем не менее, желающих оставить в полиции свои отпечатки пока немного. И даже любимая русскими халява не играет решающей роли в этом деле. Михаил Шур пока первый, кто воспользовался такой возможностью.